Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Начинаю новый влог. И сегодняшний наш влог начинается с макияжа. Я абсолютно одна дома уже один день. Я просто кайфую от этого. Как же круто быть одной дома. Родители остались в деревне, я приехала, и последний наш с вами влог оборвался так внезапно, потому что я планировала приехать и потом еще поснимать дома что-то. Но, честно, сил не было. По дороге, слава богу, ничего не произошло. Все было просто замечательно. Кстати, тон я от Белль сегодня буду использовать. Я его просто обожаю. Его совершенно не видно на лице. Он не сильно покрывает, то есть некоторые недостатки на лице все равно видно с ним. Но самое главное, он не создает образ маски. То есть очень натурально все выглядит и совсем незаметно, что у вас на лице тональный, особенно когда вы наносите его пальцами. Этот тон я просто использовала, когда училась на первом курсе универа. И с тех пор я его просто обожаю. Там произошел ребрендинг, немножко поменялась упаковка, но текстура осталась прежней. Сегодня мы увидимся с моей подружкой Саадат, потому что давненько я ее не видела. И, если честно, очень-очень по ней соскучилась. Еще до того, как я поехала в деревню в инстаграме, я увидела ключик, который очень давно хотела. Но везде были ключики с обычными белыми камнями, а я нашла ключик с розовыми маленькими камушками. И мне сразу очень понравился этот ключик, но я должна была поехать в деревню, поэтому времени возиться, ехать, забирать не было. Поэтому я просто надеялась, чтобы его не продали до того, как я приеду. И мне повезло, так и произошло. Он есть в наличии, поэтому сегодня как раз-таки мы поедем в центр. И я хочу заглянуть в ЦУМ и купить этот ключик прямо там. Сначала я хотела сегодня оформить доставку прямо домой, а потом я подумала, все равно мы с подружкой увидимся. Уж лучше мы сходим, посмотрим на него, и потом уже я возьму. Такого типа изделий, на самом деле, и на других страницах немало. И можно даже дешевле, конечно, его купить. Но я хотела именно с розовыми камнями, а такой я просто нигде не видела. Я думаю, что таких в наличии было много, потому что в противном случае я не могу объяснить то, что он до сих пор остался. Как такая красота может остаться? Ну, сравнивая, например, с лачином, там дороговато, конечно, получается, но зато эксклюзивные модели, которых в других местах нету. Поэтому ничего страшного, ключик должен быть мой. Я вообще сегодня планировала еще снять для вас видео распаковка шеи. Но у меня вещи все лежат, я их даже не успела погладить. Вчера просто была никакая, очень усталая. В последнее время я начала, кстати, пользоваться вот этой палеткой от NYX. Я ее очень люблю, и много у кого она есть. Она просто офигенная. У меня в самом светлом оттенке, и все оттенки мне идеально подходят. Особенно пудра. Прям идеально то, что нужно. Вот. И хайлайтер классный. Просто три продукта, ну, обычно вот палетки покупаешь, и там что-то тебе нравится, а что-то нет. А у NYX, кстати, такого нет. А еще, кстати, у NYX скидки 20%. Вы знаете, что я заметила? У них цены резко подскочили где-то на 30%, и сейчас они делают скидки 20%. Ну, возможно, я давно ничего не покупала у NYX, но в магазинах я заметила эту тенденцию, что у них прям где-то ровно на 30% все подорожало. И сейчас, покупая со скидкой минус 20%, я все равно покупаю те же самые продукты. Получается чуть-чуть дороже, чем было. По идее, доллар не скаканул. Вроде никаких таких моментиков нет. На официальном сайте NYX все так же стабильно. А у нас здесь почему-то подорожало. Вот я не поняла, почему. NYX я очень люблю, очень-очень. У меня много продуктов. Вот, поэтому прям с удовольствием покупаю их. Вот эта палетка сейчас стоит там у них 30%, по-моему. А стоила она 25%. То есть на 5 монат подорожало. Я покупала за 25%. Но если купить такую палетку, я думаю, года на 2 она вам хватит. Ну, хотя кто сколько красится. Раньше я красилась просто каждый день. Потому что каждый день снимала мукбанки, мне обязательно нужен был свежий макияж. А сейчас у меня бывают дни, когда я вообще не краш. Например, вчера совсем чуть-чуть легкий макияж сделала. Приехала, быстренько его смыла и все. Сделала косичку и легла спать. У них, кстати, рано встала. Там монтировала кое-что, выкладывала для вас контент. Бумажное видео засняла. Как белка в колесе на самом деле. И сегодня еще и с подружкой увидимся. Потому что погода такая классная. Погода вот реально не сидится абсолютно дома. Хотя мне очень по кайфу сидеть дома, когда никого дома нет. Возможно, мама увидит это видео и ей даже будет немножко обидно, что я так говорю. Но это, наверное, больше дело возраста. Я уже не ребенок, понятное дело. И хочется какой-то самостоятельности. И мне она нравится, я вам скажу. Я даже более организованная, когда я абсолютно одна. Я больше всего успеваю даже убраться, что-то приготовить и что-то заснять. С мамой, конечно, весело. Но и одной тоже неплохо, в принципе. У нас еще, кстати, такой менталитет. Вот если девушка живет одна, начинаются всякие, знаете, слухи. Наверное, она с кем-то живет. Наверное, она что-то скрывает. А почему она живет одна. Куча родственников, людей, которые готовы лезть в твою жизнь. Придумать про тебя какие-то слухи. Вот такие моментики, кстати, тоже есть. Когда же мы с вами научимся быть немножко толерантней. Мне кажется, это уже не на нашем веку. Наши дети, возможно, будут более лояльно относиться к другим людям. Им будет плевать на жизнь окружающих людей. Так, вроде как с лицом более-менее разобрались. Мне, в принципе, нравится. Сильно уже как маска, когда выглядит, мне немножко раздражает, если честно. Пусть даже это будут поры, какие-то легкие недостатки, пигментные пятна, которые еле просачиваются через тональную основу. Но зато лицо будет выглядеть как-то понатуральнее, поживее. Посмотрим, сколько времени. Ой, да, я уже опаздываю. Так, макияж у меня уже готов. Я хотела подружке предложить у меня остаться с ночевкой, потому что я все равно одна. Но у меня сейчас дома такой бардак, что мне просто стыдно звать человека к себе. Еще плюс я опаздываю, не успею здесь убраться. Поэтому, к сожалению, сегодня, наверное, не получится. Завтра хорошенько приберусь и позову ее с ночевкой к себе. Так, нужно оперативненько решить, что же я надену. На улице вроде погода шикарная, но мне кажется, совсем легенько. Если я оденусь, то я замерзну. Может, этот пиджачок, я его ни разу, кстати, не носила. Как раз сейчас в эту погоду будет классно в нем быть. Надеюсь, вечером не будет холодно. Хотя можно прогноз погоды, кстати, посмотреть. Я просто распустила косичку, и посмотрите, какие классные кудри у меня получились. Я решила вообще ничего не делать, даже не расчесываться, а прям вот так вот пойти. Мне кажется, очень классно. Особенно круто, когда я делаю два глазка, получается вообще очень объемненько. И вот такие нежные кудри. И в последний момент я передумала и решила надеть вот это черное платье. Здесь спереди такие крутые завязочки с кроссовками и пиджаком. Будет смотреться классно. Надеюсь, что я не замерзну в нем. Очнулась, что уже опаздываю. Мне еще надо заглянуть в банк, потому что у меня вообще нету налички. Вот прям ни копейки деньги, ни моната. Надеюсь, что банкомат меня не подведет. И на замерзку тем, кто хочет меня грабить. Дома вы ничего не найдете. Можете не стараться. Когда мне срочно нужны деньги, появляется вот такое оповещение. Банкомат не работает. Идите, ищите деньги, где вы хотите. Отлично. Еще плюс у нас праздники. Просто зайти в банк и обналичить за своего расчетного счета денежку я тоже не могу, потому что ни один банк не работает. Надо искать другой терминал, либо снять с другого терминала. Но это комиссия будет. А я же экономлю. Ну ладно, сейчас что-то придумаем. Мы встретились с Адат. Помаши всем. И сейчас идем на торговую. И я никак не могу найти банкомат, где я смогу снять свои денежки. Уже который банкомат не работает. А наличка там, по-моему, не принимается. Они только могут с карты на карту скинуть. По идее, они могут сделать так, чтобы оплатить можно было картой. Просто они специально это не делают, потому что им невыгодно. Они должны платить налоги. А налоги, видимо, платить они не хотят. Еще дело в том, что там взымается комиссия, если не ошибаюсь, в 2%. Ну и здесь, конечно, я потеряла до речи. Посмотрите, какие классные бриллиантики. Вообще очень много здесь кулонов на тоненькой цепочке, как я люблю. Все эти изделия из золота. 585-е пробы. И камушки здесь фианиты. Бриллиантов здесь нет. Еще был, кстати, вот такой ключик. Каждое изделие по-своему прекрасно. Но я конкретно знала, зачем я сюда пришла. И конкретно, какое изделие я буду покупать. Еще здесь же померила вот такое колечко. Здесь, по-моему, было 4 грамма. Но кольцо немножко мне было большевато. А я подобное не люблю. Должно быть впритык. И также были браслеты. Но, к сожалению, все эти браслеты детские. Оказывается, на детей. Но очень интересные модельки здесь были. И, наконец-то, полные штаны счастья. Кулончик на мне. И на удивление, кстати, в инстаграме я спросила у вас, стоит ли мне его покупать. И большинство почему-то сказала нет. Но я это увидела уже после того, как я купила. И уже с шикарным настроением мы с Адаль пошли покушать. Вообще, у моей подруги есть такая замечательная черта характера. Она перед тем, как мы куда-то идем, обязательно в инстаграме находит место, где она бы хотела посидеть, какое блюдо она хочет попробовать и так далее. То есть, после нашей встречи еще полчаса мы не мотаемся туда-сюда, выбирая заведение, где мы с ней хотим посидеть. Мне, если честно, по большому счету особо погоду не делает, где мы сидим. Что это заведение, какая там атмосфера. Могу сидеть абсолютно в любом месте. Главное, чтобы там было не сильно шумно и было слышно собеседника. И самое главное, была вкусная еда. Саадат себе заказала куриный лангет, который был приготовлен на гриле. Выглядело все очень аппетитно. Рядом было немножко риса, слегка обжаренный помидор, немного зелени и очень вкусный лаваш. И теперь барабанная дробь. Как вы думаете, что заказала я? Конечно же, бургер. Я сначала хотела взять себе черный бургер, так чисто на пробу. Но потом я подумала, что, наверное, скорее всего, это мне не понравится. Поэтому лучше брать классический, обычный бургер. За окном была компания парней, которые гуляли с собачкой. Собачка была безумно милой. Просто хотелось выбежать с половины бургера и отдать половину бургера именно этой собачке. Собачка была породистая, очень ухоженная и чует мое сердце. Если бы я выбежала с этим бургером подкармливать эту собачку, она повернулась на меня и сказала бы, нищенка, я питаюсь только раэлканиной. Так что свои обгрызки доедай как-нибудь сама. Я заценила новую сумку Саадет. Она безумно красивая, очень приятная на ощупь. Действительно подойдет под разные стили. А самое главное, она очень вместительная. И еще цвет такой универсальный под лето, под летние какие-то луки тоже будет смотреться классно. Такой сумки у меня нет, действительно. И мне кажется, даже под этот, под сегодняшний лук, эта сумка смотрится как никогда кстати. Я сразу уточнила у подруги, не против ли она, если я приобрету точь-в-точь такую же сумку. Подруга сказала, что она только за, наоборот, ей будет очень приятно, если я куплю точь-в-точь такую же сумку, как у нее. Ну что, после таких слов, кто может тормознуть Айку? Понятное дело, никто. Мы решили пройтись по магазинам. И как раз магазин, в котором покупала моя подруга эту сумку, он есть на торговой. Но я решила заглянуть и в другие магазины, посравнивать цены, посмотреть, что же именно я хочу, какую модель я хочу. Так, быстренько сориентирую вас по ценам. Вот такие сумки стоят в районе 150 долларов. Но также на них есть немножечко сейчас скидки. Но правда не на все модели, но на некоторые очень даже хорошие скидки есть. Кстати, обязательно не забывайте подписываться на мой инстаграм, потому что в инстаграме я с вами советовалась по поводу очков. Подруга купила вот такие очечки. Я хотела купить точь-в-точь такие с белой оправой и показывала их на себе. Но многие не заценили. Бижутерия. Раньше это была просто моя слабость. Особенно я любила такие крупные висячие сережки. Это было, когда мне было 13-14 лет. Я просто кайфовала от таких вещей. А сейчас мне безумно некомфортно с крупной массивной бижутерией. Если даже она супер качественная, как эта. Вот эта, например, бижутерия стоит достаточно дорого. И видно, что она очень хорошего качества. Все равно мне некомфортно ходить с подобными изделиями. Вот эти бабочки, кстати, мне очень понравились. На ком-то мне это очень нравится. Но сама носить подобные вещи я просто не могу. Вот этот браслет мне очень понравился. И изначально я подумала, что это серебро. Но, как оказалось, нет. Цена всего, точнее, 28, по-моему, монат. Это что-то в районе 17 долларов. Ну, понятное дело, за такую цену, такое серебряное изделие ты не купишь. Но смотрится очень классно. Я бы носила с удовольствием. Ну, хотя, наверное, такой браслет надо с чем-то сочетать. И вот есть он еще в зеленом цвете. В зеленом, мне кажется, даже богаче смотрится. Вообще, когда я покупаю золотые изделия, почему-то в комментариях всегда появляются куча людей, которые недовольны этим. Называют меня цыганкой. Зачем тебе это все нужно? Покупая серебро, бижутерию. Но у каждого человека есть свои предпочтения. Кому-то что-то нравится, кому-то нет. Мне больше нравятся небольшие такие какие-то изделия. Именно из золота. И эти изделия, которые немножко напоминают чем-то бижутерию. Вот такое я люблю. Мы с подружкой покушали, потом погуляли. И поняли, что где-то хотим попить чай. И вот нашли место такое очень уютненькое. Я здесь листаю меню и понимаю, что я не хочу чай. Я хочу какой-то коктейль. Причем вкусно. Такая погода, знаете, классная. Вообще домой не хочется. Хочется прям целый день гулять. И без дома у меня никого нет. Никто мне не звонит и не спрашивает, где я накажусь. Это, конечно, просто кайф. И еще подруга классно меня сфоткала. Так что обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. И смотрите эти фотки. Правда, немножко там поретушировать надо. Надо скачать этот фейсап. Как все одинаковые, все на одно лицо в фейсапе. Вот. Так что сейчас выбираем, что же мы будем. Так, здесь достаточно уютненько. Увидев вот этот напиток с киви, я поняла, что я хочу его. Хотя здесь очень много всего интересного. Атмосфера здесь, конечно, очень уютненькая. Как будто ты у себя дома. Хотя у меня дома нет такого интерьера. В общем, девочки, мне очень понравилась сумочка подруги. Настолько понравилась, что я купила себе точь-в-точь такую же. Один в один. Прикиньте, у нас теперь одинаковые сумки. Один в один вот такая сумочка. Она настолько приятная на ощупь. Она мне настолько понравилась, что теперь я буду с ней гонять. Я сразу подруге сказала, я говорю, тебя не смущает, что у нас с тобой будут одинаковые сумки. Мы будем просто как близняшки гонять. Она говорит, что не проблема. Бери такую же. Просто будем не вместе их брать. И мы тоже будем с ней гонять. Нет, по-гуртам. Она говорит, сейчас перепутаешь и возьмешь мою с собой. Но нет, здесь такая еще открывашка классная. Давай ты. Дыль наберя. Вот такая косметичка есть внутри. И подруга говорит, можно ее гонять без этой сумки, просто ходить с косметичкой. Но мне кажется, так смотрится как-то тупо. Здесь еще куча барахла. Мне кажется, что эту косметичку без сумки не тема. То есть это все должно быть обязательно вместе. И кому интересна цена, сколько она стоила. Это новая коллекция и стоила 80 монат. Конечно, на самом деле она смотрится очень простенько, но она очень приятная. Подружка взяла себе мохито с клубничкой сверху. Очень аппетитненько смотрится. А я себе, как всегда, яблочный с киви. И он не приторно сладкий. Однажды я в одном из заведений, по-моему, сыроварня была, пробовала подобный напиток. Это был ужас какой-то, как будто просто газировку добавили сладкую. И очень невкусно было. Купила очень крутые очки, правда, я вам показывала в инстаграме. Я тоже хотела себе купить точно-точно такие же, просто в белой оправе. Форма очень красивая. Оправа тоже обалденная. Хотела взять себе такие белые, то есть с белой оправой, такие нежные. Потом я поняла, что ей подходят эти очки, а мне как-то не очень. Сейчас я примерю. Я похожа на криминального авторитета из 90-х. Но на подруге это смотрится просто класс. Как вам? Такое? А, это тень. Еще подружка купила вот такую сережку. Сейчас она откроет и вам покажет. Это кто не хочет прокалывать хрящ, можно вот так вот нацепить. Очень красиво смотрится. Посмотрите, как классно переливаются. Прям вообще. Сейчас я думаю, что я себе не взяла такой. Очень красивый. Даже не фокусируется, насколько круто. Я уже дома. Погуляли. Очень классно. Прям долго. Время уже 11. Просто не передать словами. Насколько мне нравится эта цепочка. Как она смотрится. Даже можно, знаете, обе цепочки носить вместе. Я просто не стала ее прям там снимать. Боялась потерять. Но сейчас я смотрю, что вместе даже две цепочки смотрятся очень круто. Здесь такая тоненькая цепочка. Кажется, что просто ключик порхает. Настолько эта покупка подняла мне настроение. Это прям нечто. Я хотела чай, но решила выпить просто водичку. Кстати, я вчера спала на этом диване. Он раскладывается и очень удобно получается. Единственный минус. Мне приходится каждый день тащить из своей комнаты одеяло, простыню, подушку, а потом все обратно таскать. Так-то я вам показала. Но хочу показать еще раз. Я сегодня впервые увидела эту новую сумочку у подружки. И решила, что я тоже хочу такую же. На торговый был этот магазин. Мы зашли просто посмотреть. И я не удержалась и решила купить. Здесь внутри косметичка. Все очень круто прошито. И самое главное, безумно приятная на ощупь сумка. И вместительная. Сейчас я буду смывать макияж. Но я просто не могу вам не показать вот это минишество. Это маска для лица, которая вышла из конвертика. Помните вот эти конвертики бумажных сюрпризов, которые мне отправила Дианочка? И там была вот такая маска. И вообще много чего интересного. Об этом, конечно, будет отдельное видео. Но мне настолько понравилась эта масочка, что мне даже жалко ее пользоваться. Посмотрите, какая клубничка. Вообще, я ведусь на упаковке. Мне очень нравятся минишные упаковки. Мне кажется, сейчас косметические бренды настолько сильно конкурируют, что они пытаются уже брать не только качеством товара, ценой и всем остальным, маркетинг, а вот именно упаковкой. Вот эти минишные упаковки, это, конечно, прям самое сердечко.